Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Закупки 2.0». С вами ее ведущий Дмитрий Сытин. Сегодня у нас в гостях Анна Катамадзе, заместитель руководителя федерального казначейства. Анна, добрый день. Вы одна из тех легендарных личностей, которые стояли у истоков федеральной контрактной системы в нашей стране. Я думаю, весь рынок, ну не весь, но больше ее часть вас знает. И в том числе вы создавали и нормативную базу, 94-й федеральный закон, и единую информационную систему. Ранее она по-другому называлась. Поэтому вначале я предлагаю рассказать нашим телезрителям, а что такое ЕИС, что он из себя сейчас представляет, какие функции выполняет. Давайте на этом сначала остановимся. Ну, начнем с того, что, конечно, вся вообще история в гостях делится на период, когда у нас не было единой информационной системы, и раньше она называлась общероссийский официальный сайт, и на то, когда эта система появилась со всеми уже обвязкой, со всеми интеграционными процессами, с другими информационными системами и так далее. У нас вообще история динамично достаточно развивалась в гостях, начиная с 2006 года, когда появился закон 94 ФЗ, который, по сути, стал основным законом по применению всех процедур на все виды закупок. То есть не было таких закупок, которые бы не были урегулированы правилом. Затем, соответственно, появились региональные вначале и муниципальные у нас информационные системы, сайты, на которых каждый регион и даже каждый муниципалитет был в праве, а регион обязан размещать соответствующие извещения и так далее. А затем уже появился ООС, общероссийский официальный сайт, который впервые был запущен 1 января 2011 года. И с тех пор произошло уже достаточно много новаций, много различных... То есть технологии на месте не стоят, нормативно-правая база на месте не стоит, появилась интеграция с бюджетным процессом и так далее. А зачем нужен был ЕИС тогда? Какая цель ставилась перед ними? Значит, три базовых цели. Первое — это обеспечить юридически значимый, достоверный документооборот в сфере госзаказа. На сегодняшний день ЕИС является, по сути, системой всего электронного дела в сфере госзакупок. То есть нет такого действия госзаказчика, которое бы каким-то образом не было в системе, о котором бы не оставался аудиторский след в системе. Это первое. Второе — это сами документы. Официальными, как я уже сказала, юридически значимыми документами являются те, которые находятся именно в ЕИС. Это извещение. Все начинает от плана закупок, который размещается в единой информационной системе. Затем он детализируется на уже план график. Это уже, по сути, план заказчика по размещению закупок в конкретной сбивке по лотам, по срокам и так далее. С уже записанием технических требований. Далее — это сами извещения о торгах. Соответственно, интеграция с электронно-торговыми площадками. Все протоколы, которые формируются в результате проведения электронных аукционов, фиксируются и юридически значимыми размещаются именно в ЕИС. Все остальные процедуры непосредственно проводятся заказчиками, и результаты все размещаются в ЕИС. И реестр контрактов. Это все сведения о контрактах и об исполнении контрактов, то есть акта приемки. По сути, это такое огромное хранилище юридически значимой информации и действий, и место, где публичности эта информация получает. Совершенно точно. Я об этом хотела сказать. Юридическая значимость не должна быть недооценена, потому как, учитывая единые шаблоны, единые подходы, единые контроли, в системе более 2000 контролей работает. И на предмет соответствия сроков. Например, срок размещения протокола вскрытия или срок размещения протокола допуска. Контроль, например, в свое время была громкая история. Контроль, например, вкрапление латиницы для того, чтобы закупки не участвовали в поиске. То есть такие вещи невозможно делать, когда у вас не единая система, а много разных маленьких систем. И, конечно, в свое время это было большой проблемой, когда мы получали протокол о вскрытии конвертов в день размещения заказа или, например, размещения закупок задним числом. Единую систему контролировать гораздо проще. Это первое. Второе – это ликвидность, то есть доступ в одной точке информации для всех поставщиков. Все-таки мы единое экономическое пространство, и доступ предпринимателей и поставщиков к закупкам должен быть единым для всех, а не так, что каждый в своем регионе работает. Это второе – доступность, общедоступность, публичность информации. Третье – это, конечно, общественный контроль. По понятным причинам вся история закупок – это беспрецедентная, на самом деле, вещь, потому как мы не в одной из других наших международных… Мы смотрели различные международные системы, чтобы из пункта А в пункт Б, начиная от планирования, заканчивая актом приемки, все было в одной системе. Мы такого не видели. И когда создавали, говорили с нашими иностранными партнерами, для них это тоже было большое удивление. Мы огромная страна с огромным количеством часовых поясов, как вообще это можно все свести в одну систему. Неподъемная задача была. Да, задача казалась, что она неподъемная. Поэтому это вот второе – общественный контроль. Ну и третье, конечно, это уже контроль со стороны различных контролирующих органов. С нашей стороны это и контроль, например, на непревышение лимитов. Бюджетных обязательств у нас размещаемые контракты, заключаемые контракты, не должны превышать деньги, которые доведены до заказчика. И, соответственно, это первое. Второе – процедуры для ФАСа. ФАС осуществляет свою деятельность и проверки, в том числе в рамках того, что размещено в ЕИС. Это и другие органы. А цели каким-то образом трансформировались? То есть какие сейчас цели вы, как руководитель этого большого технического механизма, который большинства людей и равен федеральной контрактной системе? Какие у него сейчас цели? Куда идет ЕИС? Ну, во-первых, мы идем в сторону, конечно, гораздо более высокого уровня автоматизации процессов. Потому как у нас есть еще ниши и такие точки, которые не закрыты полноценным электронным документооборотом. И одна из таких ключевых точек является подписание контракта и подписание акта. Мы не видим самого процесса подписания контракта и акта. Если мы видим всю процедуру, то то, что происходит уже за пределами заключенного контракта… Исполнение договора вы имеете в виду? Да, это акты приемки и все, что с этим связано. Мы видим уже только результаты. Хотелось бы видеть весь аудиторский след. Сколько раз это так направлялся? Почему была задержка по его подписанию и, соответственно, по оплате? На чьей стороне проблема? На стороне заказчика или поставщика? И я думаю, что общеизвестно, что после того, как были очень серьезно отработаны правила торгов, и была проведена такая серьезная точечная автоматизация каждого бизнес-процесса, то все основные нарушения и прав предпринимателей, и вообще все, что связано с оплатой по контрактам, пришло в сторону вот туда. Сместилось. Сместилось. Соответственно, это одно из направлений нашей работы, перевести именно подписание контрактов в электронный вид и актирование работ в электронном виде, чтобы каждое действие заказчика и поставщика, подрядчика, оставалось в системе так же, как это сделано в процедуре. У меня в голове картина, что EIST становится такой, знаете, модулем закупок в ERP-системе государственной. Ну, то есть он автоматизирует полностью весь процесс закупки. Может быть, я, конечно, не прав в своей модели. Вопрос оплаты. То есть EIST будет контролировать оплату, потому что это важно, и поставщики часто про это жалуются. Знаете, у нас закупочный процесс условно состоит из трех базовых стадий. Первая стадия — это планирование. По сути, это бюджетное планирование. Когда еще формируется бюджет, это и закупки, и зарплаты, но закупки — большая часть. Вторая стадия — это сами закупки, собственно, все, что происходит в EIS, от плана закупок до акта приемки и контрактация. И третья — это платеж, оплата выполненных работ и постановка на учет товаров и работы услуг, которые государство приобрело. Соответственно, все, что от планирования, то есть от момента завершения планирования до момента исполнения контракта, вся первичка находится в EIS. Таким образом, фактура, то есть сами основания для платежей в EIS формируются и размещаются официально. И уже сейчас есть интеграция внутри систем казначейства, потому как казначейство осуществляет и платежи, и платежная система наша получает всю информацию из EIS по оплате. Это акты, это сведения о контрактах и так далее, и контроль лимитов. То есть такой задел достаточно серьезный по интеграции между платежами и, соответственно, контрактами, он уже есть. Понятно. Вы не так давно повторно стали отвечать за единую информационную систему. Это произошло в марте, а в январе, ну, наверное, весь рынок знает, что с EIS были проблемы, связанные с электронным бюджетом. Удалось исправить ситуацию или нет? И что конкретно было сделано для исправления ситуации? Ну, по началу года надо сказать следующее. Есть причины объективные, есть субъективные. Значит, к объективным причинам следует отнести то, что 1 января 2017 года вступило в силу достаточно много нового функционала, связанного, в свою очередь, с вступлением новых норм. Это, во-первых, контроль финансовый за всем, что происходит, то есть как раз контроль на соответствии лимитов и так далее. Это серьезная интеграционная задача, которая, ну, должна была пройти отладку, скажем так. Это первое. Второе, это, конечно, сами планы закупок, которые вообще как сущность появились впервые. И к этому нужно было быть готовым и технологически, и организационно. И вообще, в принципе, если так вспомнить 1 января 2011 года, то я могу вам сказать, что воспоминания у меня достаточно интересные. То есть любые большие процессы, которые вот так вот резко входят в нашу жизнь, они всегда требуют некоторой стабилизации. В принципе, 2-3 месяца, то есть к марту мы действительно стабилизировали всю работу. У нас к марту мы уже обеспечили, мы догнали отставание по размещению заказов относительно прошлого года, мы за этим следим. И практически свели к обычной стандарту, ну, скажем так, регистрацию инцидентов извне. То есть они всегда есть инциденты по работе большой системы, но они перешли в штатный режим. А какую-то работу над ошибками, какие-то выводы в той ситуации сделали? Ну, вывод базовый такой, что, во-первых, вот так вот со стороны казначейства могу сказать, что нам бы хотелось, чтобы нормативные правоакты вступали в силу с момента того, как они появляются, с момента их утверждения. И если они затрагивают функционал единой информационной системы, не ранее определенного какого-то срока. Потому что у любых серьезных доработок есть производственный цикл. Если мы начинаем его нарушать, то мы получаем потом проблемы и претензионки. Да, совершенно верно. То есть по большому счету, наверное, так вот, в первую очередь нам эту работу надо отладить. Сейчас у нас все идет штатно, то есть нет таких нормативно-правых актов, которые бы, а, не были бы обеспечены функционалом ЕИС. То есть мы догнали все отставание вот к моменту, к настоящему времени. Но хотелось бы, чтобы в перспективе утверждение принятия нормативно-правых актов при этих процессах учитывалось то обстоятельство, что система требует отладки и проработки. А вот с точки зрения пилотирования или, например, повышения качества тестирования что-то изменилось? Ну, на самом деле, все это делается по стандартам. Там вся задача в разработке, правильно спроектировать бизнес-процесс и качественно его закодить. Если это сделано, то и на это было достаточно времени, и правильно были описаны бизнес-процессы сами по себе, то как таковых особых проблем на тестировании или на вводе в промо нет. А вот использование пилотных проектов, оно будет практиковаться? Потому что 1 января включили на всю страну и получили массовую проблему. Дело в том, что у нас законодательство вступает в силу тоже сразу на всю страну. Но что мы делаем сейчас? У нас очень много интеграционных процессов. Мы интегрированы более чем сотни различных региональных и корпоративных информационных систем, в которых, допустим, крупная компания или крупная корпорация работающая, или, например, Москва, у них есть своя информационная система, в которой есть свои особенности бюджетного процесса, особенности по акцепту различных документаций, типовых контрактов и прочее. И поэтому они не всегда у нас ручками работают, а мы получаем эти документы из системы. Соответственно, это интеграция. Анна, вынуждена нас прервать. Дорогие телезрители, у нас рекламная пауза. И снова здравствуйте. Дорогие телезрители, напоминаю, что в эфире программа «Закупки 2.0». С вами ее ведущий Дмитрий Сытин, а в гостях у нас Анна Катамадзе. Анна, до перерыва мы с вами начали говорить о том, как перестроена работа по пилотированию и по предварительному тестированию новых версий, новых релизов яйца. Предлагаю продолжить. Да. Я начала говорить о том, что у нас действительно ряд заказчиков имеют свои информационные системы, в которых учтены определенные особенности по внутрикорпоративным процедурам, акцептам документов и так далее. Мы получаем готовый документ не всегда путем забивания ручками у нас извещений и прочее, а путем уже интеграции. Соответственно, возникает необходимость взаимно всегда держать друг друга в курсе о доработках как в ЕИСе, так и в их системах, чтобы не было рассинхронно-посправочной информации и прочее. Сейчас у нас утверждена между казначейством и Москвой вот такая вот схема релизов и между вообще всеми так называемыми региональными системами размещения заказов, так называемых ВСРЗ. Мы сделали такую схемку, из которой на самом деле следует базовая две вещи, что любой релиз, любые накаты обновлений мы выпускаем тогда, когда у нас есть подтверждение двух ключей, нашего и, соответственно, со стороны ВСРЗ. Мы не можем со всеми тестироваться, но когда мы берем крупнейших, то, как правило, мы закрываем 95% всех вопросов, и за последние 2-3 месяца у нас не было еще ситуации, при которой у нас возникла проблема на стыках. А вот в рамках 223-го ТЗ такие планы есть? Да, мы, скажем так, мы готовы к любому сотрудничеству, мы не сможем делать такое тестирование по каждому релизу с каждым заказчиком, но 2-3 крупных, я думаю, вполне осилим, тем более, что мы уже, например, сейчас взаимодействие с Почтой России осуществляем по данному вопросу. И для нас это не является чем-то новым. То есть мы такую же схему будем множить, скажем так, на другие пилоты, но это для нас не пилоты, а скорее тестовые площадки, чтобы выпустить какой-то очередной релиз. То есть это абсолютно рабочая схема. Ранее была проблема с отсутствием взаимодействия или сбора обратной связи от крупных заказчиков с точки зрения, например, 223-го федерального закона, казначейства. Вы как-то эту работу планируете наладить, чтобы у вас была такая площадка для общения и взаимодействия с крупными заказчиками? Да, конечно. Во-первых, мы стараемся участвовать сейчас в каких-то общественных мероприятиях, где заказчики крупные присутствуют, чтобы получать обратную связь. Во-вторых, мы формируем перечень доработок. Это как книга бытия, которую невозможно остановить. И у нас есть так называемый основной перечень доработок, который «умри, но сделай», потому что есть нормативный правоакт и нужно обеспечить. А есть так называемые дополнительные. Это целая табличка, в которую у нас специальные сотрудники фиксируют любую входящую просьбу от клиента по доработке функционала. Мы накапливаем, дальше анализируем. Колоссальная работа, я думаю. Да, это очень большой объем работы. У нас там почти тысяча позиций. Они не всегда крупные. Не всегда, конечно, крупные. И, как правило, они уже учтены нашими текущими доработками, которыми за лето. Потому что все они упирались в том или ином виде, в то, что было отставание от нормативно-правовой базы. Но мы даже мелочь все фиксируем. И у нас есть свой график проведения различных совещаний. Просто у нас задача до сегодняшнего дня состояла в том, чтобы решить базовые проблемы. Накопившиеся. Фундамент. Сейчас уже бантики. Мне кажется, вот текущая ваша работа, о которой вы рассказали, вернее, то, что вы успели сделать, говорит о том, что, наверное, произойдет или даже уже частично произошел качественный скачок в работе. Ну, оценку пусть нам дают наши клиенты. Но по нашей статистике, от нашего колл-центра, мы еженедельно, а при выпуске релизов в ежедневном режиме, отсматриваем всю статистику. Я лично отсматриваю. Для меня там есть несколько рэперных цифр, которые мне дают понимание, все ли хорошо или все ли плохо. Мы, конечно, видим, что количество инцидентов сократилось просто в тысячи раз. Это просто тысячами исчисляется. Количество обращений сократилось тоже в сотни раз. Имеется в виду в телефон. И просто мы видим и без того обратную реакцию в виде хотя бы того, что объем размещаемых заказов уже на сегодняшний момент перешел объем прошлого года за этот же период. Что говорит о том, что мы работаем, ну, будем говорить, штатно. Ранее очень много было нареканий на работу службы поддержки, так называемой первой и второй линии поддержки. Есть какие-то планы по улучшению этой работы или, может быть, уже что-то удалось сделать? Да, совершенно есть. Дело в том, что казначейство только недавно, буквально там несколько месяцев назад, были приняты тоже нормативные правила акты по передаче функции службы поддержки пользователей от Минкономразвития в казначейство. Мы эту функцию получили только что, она для нас объективно является новой. И, конечно, мы большую часть времени сейчас все-таки сосредоточили на доработках, потому что если выходят качественные релизы, то и претензионки меньше. Но работу мы точно будем пересматривать. Мы, как минимум, сейчас у нас регистрация инцидентов осуществляется в разных системах. Мы хотим все-таки сделать это продолжением личного кабинета заказчиков ЕИС, чтобы более оперативно служба поддержки рассматривала и эскалировала на разработку. Давайте в завершении программы поговорим о стратегических направлениях развития, о тех новациях, которые вы в ближайшие, может быть, и в долгосрочной перспективе видите в этой огромной, самой большой в стране информационной системе. Конечно, у нас есть уже определенные задачи, которые перед нами стоят. Есть законопроект, который рассматривается в Государственной Думе, о переводе в электронный вид не только текущих, как это сделано, электронных аукционных, но вообще всех процедур размещения заказов, а их там более 12. То есть мы переходим постепенно в полную автоматизацию вообще всех процессов. И одним из ключевых, как я уже говорила, направление является электронный контракт, электронное актирование, чтобы мы продолжили вот эту вот линию по формированию полноценного электронного дела со всеми, соответственно, юридически значимыми действиями заказчика и поставщика, подрядчика в единой информационной системе. Это вот одно из таких важных направлений, оно требует и нормативно-правовой базы, и, соответственно, доработок, конечно, функционала. Второе – это каталог товаров, работы, услуг. Это очень интересная тема, надо на ней поподробнее остановиться. Да, эта тема действительно важная, особенно для нас, так как у нас уже с 1 октября наполнение каталога де-юре начнется в соответствии с актами правительства. Для госзакупок. Для госзакупок, это 44 ФЗ. Значит, что значит начнется наполнение? Мы тоже стараемся со всеми заказчиками говорить о том, что у них там не будет ситуации, при которой, если чего-то нет в каталоге, они этого не могут закупить. Это важно, мне кажется, для них. Нет, каталог будет наполняться, это действительно как книга бытия. Его можно наполнять, изменять и так далее бесконечно. И в нем есть информация такая более статичная и более динамичная. Статичная – это информация о классификаторах. Для заказчиков это не новость. У нас и сейчас привязана к общероссийским классификаторам каждая закупка. Это, соответственно, некое дополнительное описание, которое родится в результате работы нашего регулятора Минфина России с отраслевыми ведомствами. Например, я думаю, что известно для всех, мы уже запустили в мае первую часть и сейчас в августе вторую часть каталога по лекарствам. У нас уже вся информация, весь предмет закупки по лекарствам без каких-то дополнительных текстовых вещей формируется строго из структурированной информации, которая является частью нашего каталога, которая поступает к нам из информационных систем Минздрава. Что это позволяет? Это позволяет, во-первых, анализировать эту информацию, потому что это уже не текстовое нечто. Второе, контролировать ее стоимость и начальную стоимость. Смотреть, как нормируют заказчики эту закупку, как они смешивают лоты, смешивают ли они разные лекарственные препараты и дозировки в один лот и так далее. То есть качество этой информации принципиально отличается от информации, скажем так, в неструктурированных документах. И наполнение каталога такими отраслевыми требованиями структурированной информацией позволит нам, конечно, повысить качество и нормирование, и ценообразование в кузаказе очень существенно. Но это длительный процесс. Всех беспокоит, а как будет устроен процесс пополнения этого каталога новыми позициями, например, и корректировки позиций в случае необходимости, чтобы это не было очень длинным бюрократическим процессом? Понятно. Во-первых, если чего-то в каталоге нет, то заказчик закупает по старому принципу. То есть, по большому счету, для заказчика без разницы. Когда появляется в каталоге, значит, тогда и используется каталог. Когда там нет, значит, не используется каталог. Никто не будет создавать ситуации какого-то ужаса и блокировки работы заказчика. Тогда полноценно сравнение не сделать и анализ, если они рано или поздно не перейдут на каталожные позиции, это вызовет процесс внесения изменений. Сейчас вопрос того, как вообще вся эта процедура будет устроена, обсуждается на площадке Минфина, конечно же, потому что Минфин – регулятор. Но уже и сейчас понятно, что мы будем брать отраслевые какие-то вот такие вот отрезки, куски и над ними работать. Вот по лекарствам уже все сделано. Каталог наполнен лекарствами, всеми, которые закупаются. У нас были в моменте, когда мы в мае внедряли какие-то позиции, которых там не оказалось, но доработали. Коллеги Минздрав доработали. И сейчас уже претензионная работа за 2-3 месяца сведена к нулю. Следующий этап – это медизделия. Дальше будут там стройматериалы. У Минфина есть дорожная карта. И так потихоньку, постепенно мы его наполним. Но надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что это сложнейшая задача, требующая очень серьезной компетенции, экспертизы и так далее и тому подобное. Поэтому работа и сейчас уже, конечно, ведется с отраслевыми федеральным органами власти, которые отвечают за отрасли, которые понимают в своих отраслях. А каталог для 2-2-3, он входит в сферу ваших интересов или интересов ЕИС, Минфина? Идеология каталога ведь не в том, чтобы просто описать какую-то сущность, а на самом деле в том, чтобы, описав какую-то сущность, например, какой-то товар или какую-то работу, понимать, сколько реально она стоит на рынке. Нам вот каталог ради каталога не нужен. Нам нужно понимание, сколько стоят кирпичи на рынке и какие виды кирпичей, и сколько стоят. Соответственно, эти виды кирпичей нужно разложить по определенному принципу, как лекарство, и понять, сколько они стоят. То есть есть динамичная часть каталога, которая должна пополняться, на самом деле, реальной стоимостью на рынке. Тогда мы будем понимать, как нормировать закупки и как формировать начальную цену. Это будут понимать заказчики. Сейчас такого понимания нет. Поэтому каталог в этом смысле одинаково хорош для всех. Но структура закупок по 2, 2, 3 и по 44, она разная. На 44-м есть свои основные направления закупок, а по 2, 2, 3 принципиально другие. У нас не так много времени осталось. В завершение еще стратегические направления, куда будет развиваться ИИС. Что кроме исполнения договоров и каталога вы планируете делать? Значит, первое, каталог и структурирование информации, это все-таки один из основных структурирования информации и структурирование документов, соответственно, конкурсной документации, контрактов. То есть как только мы получим контракт в виде конструктора, который может не руками, а собирать технические требования, параметры товаров, работы, услуг, мы, конечно, получим принципиально другое качество. То есть это не документ уже? Ну, вернее, это не текст, а электронный документ. Это электронный такой документ не в виде некого приложенного скана, а это структурированный электронный документ, который можно и анализировать, и сравнивать друг с другом. И мы получим, конечно, принципиально другое качество. Это для нас одно из ключевых направлений. А главное, что мы сможем в некоторых случаях уже делать не постконтроль, вот разместили уже по завышенной цене, и потом мы будем наказывать, а делать такую систему лежачих полицейских, когда ты на входе, выбрав из конструктора, и мы знаем, отсекли верхние, нижние какие-то рисковые уровни цен, мы знаем, в каких параметрах находится цена на этот товар, который ты выбрал из структурированной информации. Если ты ее завысил, то мы тебе не дадим ее разместить. То есть такое направление в сторону предконтроля, оно очень актуально. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что в эфире была программа «Закупки 2.0». У нас в гостях была Анна Катамадзе, заместитель руководителя федерального казначейства, а вел программу Дмитрий Сытин. Большое спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин